В России, в Красноярском крае, трудовые мигранты, находящиеся в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан, начали акцию протеста и неповиновения. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета России. В настоящее время в отношении двоих организаторов массовых беспорядков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один участник, который по команде организаторов поджигал имущество спецучреждения, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, отмечено в сообщении. 3 февраля около 8 часов утра, 4 часа по Москве. Два десятка человек забаррикадировались в нескольких комнатах Центра временного содержания иностранцев, разбили камеры видеонаблюдения и жгли матрасы. Участники протеста требовали улучшения условий содержания и скорейшей депортации на родину. В дальнейшем двое из них были арестованы. По факту произошедшего возбуждено дело о массовых беспорядках. Часть 2 статьи 212 УК РФ. Следует отметить, что практически все миграционные центры в крупных городах переполнены. То есть в одной камере размещается намного больше людей, чем положено. Кроме того, в этих учреждениях царит крайняя антисанитария. Парней избивали тут! Сейчас избивают! И на них завели поток! Кроме того, во многих центрах трудовые мигранты неоднократно оказывались жертвами противоправных действий со стороны сотрудников учреждений. Подобные случаи не раз попадали в поле зрения СМИ. Так, например, в интервью с радио «Азатык» в ноябре 2017 года один из пострадавших от рук сотрудников спецучреждения временного содержания иностранных граждан, расположенного в Московской области, рассказал о произошедшем с ним. Во время избиения они выключают камеры видеонаблюдения или заводят в баню, где их нет. Сначала связывают руки за спиной, а потом избивают. У них есть изолятор, после избиения тебя оставляют там в холоде. Утром приходят другие. Тебя бьют по спине, как лошадь секут. Не только кыргызов, всех, кто там находится. Моя регистрация не вышла по базе данных. Мои ноги и руки все были в синяках. Чтобы не оставлять следов на лице, они надевают специальные перчатки. Есть такой метод. Если руки связаны, ты просто стоишь и тебя избивают. Также используют электрошокер. Если родственники что-то передали, то половина может дойти до тебя, а то и нет. Что-то получше они перепродают другим. Это целый бизнес. Оставляют все, что было у задержанных. Деньги, телефоны, все. 18-летнему парню, которого депортировали со мной, ни сома не вернули. Его хороший телефон остался там, рассказал пострадавший по имени Кайрат. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!